Хочешь смотреть правильные видео про Америку? Подписывайся на канал Чиж Нью-Йорк Чиж Нью-Йорк, ссылка в описании Главный канал США Три вещи, которые бесят в штатах И три вещи, которые нравятся Ну, давай ты начнешь Вольторен 300 рублей 300 300 рублей, спасибо большое Вот этот Вольторен больше похож, как будто он из Америки А то люди из Америки По 55 рублей Они не из Америки Америка разная, может, латинская Три вещи, которые бесят в штатах Три вещи, которые нравятся Значит, нравятся мне ровные дороги Мне нравится стандартизированная Значит, стандартизированная система В том плане, что, например, адреса Я могу примерно понимать Например, если я вижу, я стою на перекрестке Там, например, Avenue Z И из третья То я знаю, что из четвертая туда А в ту сторону будет Вест То есть запад и восток То есть стандартизированные Это практически везде Ты можешь примерно ориентироваться Ты попадаешь в город И ты примерно начинаешь Или, например, название улиц Начинается в алфавитном порядке Например, смотри Там, Эмхерст И да Следующая, Бьюман Вот-вот Следующая, Сиггаллэч Авеню и стриты Да, они идут в порядке Даже если есть название улиц Это очень удобно Не всегда, но, как правило Если попроще Например, они говорят Avenue A, B, C, D То есть ты понимаешь, что это решетка Или иногда, когда более софистикат Например, смотри Эмхерст Да Да, да, да Я знаю Дидмас Эвни Да И пошло Это очень удобно И если кто не знает Это привезли сюда англичане Именно англичане Нет Да Рим Нет Здесь были первые Были голландцы Которые Это было Нью-Амстердам И у них было хаотично То есть каждая улица Имела свое название Они были кривые Они были косые Они пересекались В разных непонятных направлениях Когда пришли сюда англичане Они сделали стриты То есть улицы И авеню И они разделили И это стало очень удобно Действительно В Манхэттене Ты не потеряешься Потому что ты знаешь Куда идет возрастание улицы И ты всегда знаешь Что перпендикулярно Будет какая-то стрит Улица То есть Очень удобно ориентироваться В сравнении С российскими городами Когда там 75 Дробь 4 Корпус 5 Я не знаю Там Здание Б А у меня другие сведения У меня как раз У меня сведения о том Что в Манхэттене В Манхэттене Вот эта вот решетка Это они адаптировали с Рима Потому что в Риме Первые сделали Ну наверное с Рима Но это привезли англичане Да Может быть это с Рима пришло То есть пришло это с Рима Потому что как бы В Риме это было очень удобно Экономически каким-то Это вот То есть Смотри Второе Это все что стандартизировано Ты попадаешь куда-либо Кримерно ориентируешь Что же касается магазинов Walmart В каком бы штате В каком бы городе Я не зашел в Walmart Я знаю Что например Направо будут Овощи Налево одежда А да Вон там у меня будет телевизор То есть я захожу В огромнейший магазин Есть абсолютно все Ну практически все Это да И я знаю Куда мне идти Мне не надо ходить По всему магазину Чтобы найти что-то То есть я иду конкретно Это очень удобно Места Да Мне нравится стандартизация Ну и третье Значит Это Свобода и уважение То есть тебя реально уважают В государственных учреждениях Тебя уважают в магазинах То есть если что-то не так И что-то не по уму Тебе всегда возвратят твои деньги Например в банке Кто-то списал Злоумышленник Списал деньги с твоей карточки Ты звонишь в банк И говоришь Меня обокрали Банк тебе сразу возвращает деньги Пусть даже временный Какой-то кредит Пока не разбирается Но тебе твои деньги возвращают Тебе это приятно Если тебе выясняется Если выясняется Что ты не имеешь Никакого отношения К хищению денег С твоей кредитной карты Или дебитной Все это Это вопросы банка То есть клиент на первом месте И банк за этим следит И вот это вот нравится Как бы мне Не все всегда сладко Ты не можешь просто Обманывать государство Или банка Потом они тебе будут возвращать деньги Нет Там недорогие сидят У меня часто бывает Что у меня воруют кредитные карточки Нет-нет Это бывает Но я имею ввиду Если ты будешь обманывать И тебе И рассчитывать Что это рано или поздно закончится А тогда Да, если кто-то Зловомышленник Снял деньги То, конечно, это возвращает А теперь три вещи Это мелочиться не будет А теперь три вещи Которые бесит в Америке Это надо думать Это к вегабонду Скорее всего Нужно идти Вот А это к вегабонду Надо идти Надо рассказать Я даже В принципе Что я расстраиваю Я соглашусь со всем Что мне нравится Прежде всего Я добавлю Наверное там Третий Четвертый Неважно Совсем согласно Что ты сказал Что нравится Мне здесь нравится Ощущение Даже я бы не сказал Свободы Я не знаю Что на Украине В России В Беларуси Ее нет Я думаю Что там свобода Есть И не меньше Но что здесь Мне очень нравится Ощущение безопасности Да Почему Потому что Я много где был И попадал В такие Не всегда приятные Ситуации Когда реально Мне было Немножко страшно За свою жизнь Здесь в Америке Ощущение Все таки Безопасности Оно присутствует Почему Потому что У меня было Несколько раз Когда приезжала Полиция Это долгая история Они приезжали быстро Они занимают Исключительно Сторону Закона Никогда Никого не слушают Они действуют Так как они должны Действовать Это большой плюс То есть Это конечно Ощущение безопасности Оно важно Все таки А что не нравится Опять же Иногда Те же полицейские Потому что Иногда Здесь Присутствуют Вещи Конечно Холодные Вот эти вещи Когда вы все таки Смотришь в новостях Когда полицейский Без разбора Начал палить И застрелил Того Застрелил Того Это немножко Иногда Пугает Это я бы сказал Мне не нравится Потому что У полиции Здесь очень много Полномочий Они разбираться Не будут Могут Конечно И шмальнуть Возвращаясь О том Что нравится Мне здесь Лично нравится Очень доступные Хорошие Цены Со скидками На вещи Не поймите Мне правильно Не хвастаюсь Но эта вещь Стоит Она стоит Намного дороже Чем за сумму Которую я купил Я Не шмоточник То есть Для меня Покупка вещей Это как Какая-то каторга Но на интернете Бывают Распродажи На какие-то вещи Очень интересная цена И ты понимаешь Что эта вещь Может быть Даже тебе Не сильно нужна Но ты ее покупаешь По интересной цене Качество Очень хорошее Выбор Достаточно большой И в магазинах Всегда можно Поменять Поэтому Это как бы Очень приятная вещь Три вещи Три вещи Три вещи Которые бесят Техника Три вещи Которые бесят Бесят Я сказал Мне бесит Но не то что Бесят Меня иногда Пугают полицейские Потому что Здесь они чувствуют Безнаказанность Подожди К тебе полицейский Подходит И говорит Ваш документ Твои действия Ну у меня Просто несколько раз Меня останавливала Полиция Слава богу Всегда все было хорошо Но Манера С которой С тобой разговаривать Во-первых Ты открываешь рот И ты в любом случае Понимают они Что ты не Американец Американец Они уже Немножко с опаской На тебя Смотрят Это немножко Меня напрягает Почему Потому что Я ничего не сделал Но подсознательно Может быть Это осталось Советского Союза Когда Ты немножко Опасаешь То есть Проходящий рядом Полицейский Да Ты ему улыбаешься Он улыбается тебе Но зная Что у американского Полицейского Больше полномочий И он может Действительно Шпальнуть Шмальнуть Если ты не сделаешь Как он хочет Со мной было Просто пара инцидентов Когда меня ложили на капот Никто даже Я не успел Рот открыть Меня просто Шарахнули так Что конечно Я молчал Это как бы И плюс и минус Но это немножко Наверное Безит полномочия Американской полиции Огромные Писал про то Что Не хватает С едой у нас проблем нет Тут на каждом шагу Русская Украинская Белорусская Еда Узбекская Киргизская То есть Все что-то Здесь Я бы даже сказал Может быть Вкуснее Здесь очень классно Готовить Здесь вкуснее Ну Я не знаю Тяжело У людей Сколько людей Сколько вкусов Но Здесь можно Борщ Покупить Вкуснее Чем ты дома Его приготовишь Здесь так хорошо Здесь люди приезжают Ну да С Украины С разных стран Они привозят свои рецепты А многие Привозят продукты Вот я знаю Некоторые Узбекские места Они специи Везут оттуда Средней Азии То есть Это Грузинская кухня Я знаю Я общался с людьми Они здесь Привозят Грузинские специи Да Хмели Сунели Всем известны Советского Союза Но здесь Привозят Некоторые ингредиенты Какие-то особенные Травки Я не знаю Я вам скажу Вкус очень-очень хороший Я много С едой проблем Здесь нет Ностальгии Да Ностальгии нет ни разу Я новой еды Попробовал здесь Новый Например Лагман Шурпа Да Вот эти все Названия Я там В России Никогда не знал Мы их не ели Да У нас был Там везде Плов Но какие-то Определённые вещи Там Блюда из чечевицы Супы Какие-то Определённые Эти все вещи Здесь мы стали пробовать На английском Я не знаю Видно или нет А что ты показываешь А он спрашивает Мужики на каком языке Телефонами пользуемся На английском У меня тоже всё на английском Но везде раскладочка Стоит на русском Потому что общаться надо И опять же Вот Возвращаясь к вопросу Человек спросил Что не хватает Иногда здесь не хватает Душевности Которая Духовом У нас была там Потому что Когда я езжу Возвращаюсь И встречаюсь С своими друзьями Знакомыми И это происходит В России Или на Украине То Я с людьми Душевно сажусь Я могу просто Сесть на лавочку И выпить бутылочку Пива Шампанское Здесь такой Душевности нет Потому что Здесь люди Конечно Если идут Встречаться Они идут в кафе В ресторан Дома Собираются Всё Что у нас Это можно было Просто сесть На лавочке До сих пор Это можно Я знаю Я периодически Езжу И я смотрю Что вот Иногда Это Душевно Вот этих Посиделок Когда ты Ни о чём Не задумываешься Можешь поговорить Со своими друзьями Детство Ни о чём Не думая Здесь всё-таки Как бы уже Вот это всё Мы американизировались У нас Деньги 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 Работа Расписание То есть Нам сложно Встречаться Всё Вот Наверное Вот этой Душевности Иногда Не хватает Когда вот Ты можешь С своими друзьями Корешами Вспомнить Прошлое И Вот этого Не хватает Ну почему Не корешей А просто Вот какие-то вещи То есть Я знаю Мои друзья Они просто берут Собираются Они парятся Здесь Надо Вот как бы Договориться Какой день Удобен тебе Какой удобен Тому В итоге Ты два месяца Переговоров Ведёшь Когда встречаются В день встречи Все разбежались Потому что То у того-то Всплыло дело Тому надо Срочно Какие-то Там Заплатить Счета Тому надо За квартиру Тот не успел Там что-то Я не знаю Отключили ему В общем Короче Куча всего Там как-то Мне кажется Вот Всё это проще Люди Не так Заморачиваются Как здесь А вот Это вот Возвращающий Человек Написал о том Что Чего не хватает Вот мне кажется Такой вот Нигде Простоты То есть Люди Не парятся Так сильно Как здесь И просто Вот Захотели Встретились Понимаешь Там они Не обременены Обременены У людей Тоже Ипотека У людей Работа У людей Дети У людей Тоже Проблем Не меньше Но они К ним Относятся Как-то Попроще Вот здесь Встречаешь Друзей Каждый Второй Начинает Тебе Жаловаться Ой Как Всё Дорого Ой Я не знаю Что Ой Мне Там Пришло Платить Ой Мне Там Машина Славилась Как-то Вот Обременены Все Какими-то Заботами Здесь Больше Здесь Больше Забот Наверное Больше Наши отношения Какое-то К этому Меняется Деньги Любят Люди Смотри Ну кто А там Не любят Деньги Смотри Там Все За Деньги Ты Пришел Например Смотри Там Отмазка Тебе Что Вчера На работе Не было Слушай Извини Забухал Не Принимается Да И Как бы Этот День Работы В конце Ты Получишь Зарплату Свою Здесь Я Почему Не Было Ой Я Забухал А еще Два Раза И мы Тебя Увольняем За Правду Да Все Все Просто Молчи Ничего Не Говори Я знаю За тот День Который Ты Не Выйдешь Тебе Не Заплатят Зарплату В конце Ну Слушай Это И там Там Уже Все Сделано Что Когда Ты Получаешь Слушай Там Определенные Есть Тоже Критерии По которым Человек Не Вышел На Работу Опоздал Там Тоже Штрафуют Я Знаю Мне Друзья Рассказывали Что Тоже Это Там Присутствует Может Быть Не В Таких Объемах Но Здесь Люди Как То Больше Забиты Действительно Проблемами И Встретиться Здесь Договориться С Друзьями Встретиться Иногда Сложно